Привет, YouTube! Вместе со мной вы сейчас в лесах Кипра. Я не веду заметки путешественника, не рассказываю какие-то достопримечательности. Конечно же, я буду делиться с вами какими-то заметками касательно рукоделия. Что я тут нашла, что интересного, какие особенности арта у них есть, чем занимаются женщины. И надеюсь, вам будет это очень полезно, потому что путешествие, даже вот такое вот с экрана, можно сказать, монитора, тоже бывает полезно и может вдохновить вас на создание какого-то шедевра. Я вам скажу, что я путешествую очень много, очень часто, потому что это как кнопка пуст для новых каких-то свершений. Все знают, что для того, чтобы что-то обновилось в вашей жизни, надо сделать то, чего ты никогда не делал. А в путешествиях ты всё никогда не делал. Ты не гулял здесь, ты не видел этих людей, ты не кушал эти фрукты, ты не смотрел на это небо. То есть всё, что здесь происходит, происходит в первый раз. Поэтому я просто призываю вас путешествовать и как можно больше по своему собственному родному городу, по Украине, по всему миру. Вот как есть возможность, так и путешествуйте. Главное, тут мне сейчас не упасть в водопад. Итак, Кипр. Смотрим, что тут есть интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали в очень интересный монастырь. И что здесь меня очень сильно впечатлило, это мозаика. Мозаика бывает очень разная. Бывает такая, как я делаю в своей студии. Она больше похожа на стиль Гауди. Такая брусская, разнообразная. А здесь, конечно же, она с библейской тематикой. Но она такая красивая, настолько аккуратная, мелкая. И количество этой мозаики просто невероятнейшее. Мне кажется, что тут полотен, наверное, 200, может быть, даже 250. Очень много. Это огромный комплекс, красивый. И погулять, посмотреть, насколько аккуратно. И, видно, очень спокойной душой делалась эта работа. Абсолютно стоит. Субтитры сделал DimaTorzok И что самое главное для любой рукодельницы, это всегда иметь под рукой блокнот для набросков. Во-первых, можно что-то придумать интересное. Во-вторых, можно сделать вот такой вот скетч. Я делаю сумки, и я им действительно живу. Я настолько их сильно люблю, что хочу вокруг своих сумок создать даже некий такой вот арт-пространство. То есть это не только пошив и продажа сумок. Это и разнообразные скетчи, какие-то видео, невероятные какие-то приключения сумок. То есть все-все, что связано с сумками, я пытаюсь вам показать, чтобы сделать мир сумок интереснее. Что-то такого очень эксклюзивного, аутентичного мне в Кипре достаточно трудно найти. Есть очень интересное гончарство, изделия из кожи. Но оно все, мне кажется, уже повторяющееся, имея опыт путешествия в Турции, в Египте, в Греции. Ты понимаешь, что вот что-то такого вот уникального найти достаточно сложно. Но исторические места очень древние такие. Вот я думаю, что ими как раз и будет хвастаться Кипр, мне. Поэтому обязательно надо, конечно, такие места посещать. Они просто наполняют какой-то древней энергией. Но касательно каких-то вот мелочей, рукодельных штучек, буду показывать вам совсем немного. Потому что то, что нашла, не впечатлило меня до такого вот уровня. Возможно, это уже баловано с европейскими разными штуками. Потому что когда путешествуешь по Европе, понимаешь, что ух ты, ну вот уже такая там дизайнерская мысль. Здесь оно все более на таком уровне, достаточно простом. Но есть интересные вещи. Кто бы мог подумать, что за одно путешествие я вижу столько мозаики. Была, как вы видели, уже церковная мозаика. И теперь эта мозаика историческая. Очень тоже красивая, не такая яркая, не такая насыщенная. Но, тем не менее, очень стоящая. Музыка. 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 Музыка.